Владимир Владимировна упомянула о том, что есть исследование плотности костей. В инситометрии. Давайте начнём с того, как диагнозы остеопороза поставить. Но вначале скажем, что остеопороз всё-таки бывает разный. Есть первичный остеопороз, который развивается в силу возрастных изменений и падения уровня гормонов половых. И есть вторичный, который развивается при миллионе различных заболеваний. Поражение пара щитовидных желёз, щитовидных желёз, приём лекарств и так далее. Как следствие он получается. Вот пью я какие-то лекарства, возможно, остеопорозные. Это осложнение, оно прописано в правилах. Но, как уже сказала Антонина Владимировна, для того, чтобы остеопороз стали замечать, нужно было, чтобы появилось достаточное количество людей, у которых уже есть остеопоротические нарушения скелета. Давайте начнём с того, что нам оставил на память Роден. Можно старую крутизанку? Вот такая вот у нас заявка. Вот, пожалуйста. Вот это когда-то красивая женщина. Да. Безжалостные, безжалостные поэты, безжалостные скульпторы начало 20 века зафиксировали вот эти изменения скелета. Посмотрите, горб, кифоз, грудная клетка, которая уже присела на таз. Ведь косточки наши, они выполняют множество функций в организме. Они защищают органы, они опора. И они ещё даже, это вообще уже выходит за рамки, они даже вырабатывают определённые гормоны. Кость – не застывшая архитектурная деталь. Вот если представить себе кость, вот вы об этом заговорили, об этой архитектонике, как Эйфелеву башню. Вот покажите нам её. Вот эта кость, она внутри вся сделана, как Эйфелева башня. И злые остеоквасты всё время разрушают её, разрушают. А добрые остеобласты строят и строят. И остаётся одна деталь – остеоцит. Замурованная на веки кость. В кости клетка – остеоцит, структурная единица. Но вы меня спросили, как поставить диагноз. А ведь это хроническое состояние. Давайте вспомним другие хронические состояния. Как поставить диагноз гипертонической болезни? Можно иметь клинические проявления, а можно не иметь их и только измерить давление, потом вдруг неожиданно узнать, что вот может развиться инсульт. Вспомним сахарный диабет, да? Можно иметь симптомы, можно не иметь. И то же самое остеопороз. Это всё время звучит, мы всё время говорим и как бы сбиваемся. Остеопороз – это болезнь или это метаболически изменённое состояние скелета, которое может иметь своим осложнением перелом? Причём переломы самые разные. Так вот, как поставить диагноз? Нужно понимать, что есть группы риска. Есть шкалы, которые позволяют измерить этот риск. Есть у всех история семьи. Есть бабушка. Если бабушка сломала шейку бедра, то, наверное, внучке после менопаузы тоже стоит на эту тему подумать. И тогда уже прийти на денситометрию, и обратите внимание, какие врачи здесь собрались. Травматологи – понятно. Да, ну вот кость сломалась – понятно. Диетологи – понятно. Может быть, правильно питаться у стопороза не будет. А что здесь делает эндокринолог? Играет первую скрипку. Самую главную, да. А эндокринолог занимается костью как органом многофункциональным и занимается и лечением, и профилактикой, и исключением тех болезней, которые этот стопороз могли создать. Хорошо.